В праздник Всемирного Воздвижения Креста Господня в храме Рождества Христова совершалась Божественная Литургия с участием преподавателей и воспитанников Русской Православной Школы, которая действует при храме уже 28 лет. У детей была возможность начать учебный день с Божественной Литургии и поклониться древу Святого Животворящего Креста. В основании Креста размещена капсула, в которой сохраняется камень из Иерусалима с горы Голгофа, на которой сам Иисус Христос потерпел страдания ради нас и ради нашего спасения. Как важно приводить сегодня детей в Церковь, к Богу, приучать к духовной жизни последствием их участия в церковных праздниках, в Божественной Литургии. Христиане должны хранить традицию церковных торжеств, особенно до на десятых праздников, к которым относится праздник воздвижения Креста Господня. И как важно родителям и учителям вести детей за собой в Божественной Литургии. Вот почему по благословению духовника Школы-настоятеля Рождественского Храма Протерея Александра Игнатова, педагоги участвуют в Божественной Литургии пением и показывают воспитанникам пример. В этот день было очень много причастников, и дети, и родители, и педагоги причастились в святых христовых тайн, потому что верят в Бога и хранят традиционные для России ценности. По завершению службы дети крестным ходом прошли от Храма Рождества Христова до Поклонного Креста, расположенного на пересечении улиц 70 лет Октября и Центрального проспекта, где был отслужен краткий молебен. Это запомнится детям, и это важно, когда они уже с юности приобщаются к таким духовным традициям. А затем, по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, по традиции уже в 12-й раз состоялся ежегодный автомобильный крестный ход «Кресту твоему поклоняемся, владыка», на который собралось много людей. Более 20 автомобилей с семьями, близкими, родными, казаки, а для тех, кто не смог принять участие на своем автомобиле, был предоставлен автобус. Участники объехали Краснодар, останавливаясь у четырех белых 8-метровых поклонных крестов с надписью «Господи, храни град сей», которые встречают гостей из столицы Кубани на въезде в город. Это современно все, это автомобильный пробег, это показал всем вокруг, люди видели, люди восхищались, люди приветствовали нас всех, и дети, и водители, и бабушки. Очень доволен, нахожусь до сих пор под впечатлением. У каждого креста совершался моливен со священнослужителями и прихожанами краснодарских храмов, расположенных в непосредственной близости от поклонных крестов. Я житель города Краснодара, участвовала в автомобильном крестном ходе первый раз. Для меня это событие явилось очень важным, поскольку оно является знакомым в такой знаменательный праздничный православный день. Очень много было впечатлений от проезда по городу, от развивающихся флагов. Торжественность молитв и молебнов около поклонных крестов, конечно, не оставит равнодушным никого. Слава Богу за все. Мы с удовольствием будем участвовать семьями, друзьями и расскажем об этом мероприятии всем, кого знаем. По традиции у поклонного креста со стороны Ростовского шоссе мы пропели вечную память митрополиту Исидору и всем православным воинам, отдавшим свою жизнь за веру и наше дорогое Отечество. Именно с его благословения каждый из этих крестов был изготовлен, и мы приглашали Владыку осветить эти все четыре креста. После того, как они были установлены, Владыка Исидор был на освящении каждого креста, у которого мы теперь останавливаемся. А так как Владыка уже ушел в горный мир, а мы его помним, а у Бога нет мертвых, все живы, мы у этого Христа вспоминаем его добрым словом, и здесь провозглашаем ему вечную память. Участвуя в крестном входе, православные христиане воздают честь кресту, хранителю вселенной, орудию своего спасения и испрашивают благословения Божия для своего народа. В этом и цель – с молитвой объехать город, поклониться кресту, помолиться о всем православном мире, о воинстве, о людях, живущих в нашем городе, и спросить у Бога милости, чтобы Господь и впредь ограждал наш город от врагов, видимых и невидимых. Хотелось бы пожелать всем нам, чтобы, уповая на святой крест, каждый из нас не забывал о несении своего креста, не только того, который мы носим на груди своей, но о том кресте, который каждый из нас получил от Господа пронести, как свои жизненные трудности, испытания и всевозможные, какие-то, может быть, и нужные, а иногда и скорби. Хотелось бы пожелать, чтобы силой и честного, животворящего креста, Господь помог нам пронести свой жизненный крест до конца. А как сказано, претерпевший до конца спасется. С праздником, дорогие! Христос посреди нас! Есть и будет!